Я принял решение о выделении средств из Национального фонда на повышение качества жизни и благосостояния наших граждан. Всем привет! Вы наверняка задумывались о том, что низкая ставка налогообложения у нас, скажем так, мягко преувеличена. В этом видео я хотел бы с вами поговорить о том, не о всех налогах, а только лишь о тех, которые влияют на нашу зарплату. То есть, когда зарплата перекочевывает от работодателя к вам в карман, что от нее остается? И о прогрессивной системе налогообложения. То есть, у нас прогрессивная ставка налогообложения, то есть, чем ты богаче, тем ты меньше платишь налогов. Во всем мире, кстати говоря, наоборот. Обязательное медицинское страхование, социальный налог, обязательный пенсионный взнос, индивидуальный подоходный налог, социальные отчисления. Мы имеем 5 основных налогов и при зарплате, скажем, в 100 тысяч на руки, 30% уходит в налоги. При президентской зарплате в 500 тысяч налогов нужно заплатить уже более 34%, а это не шутки, порядком 170 тысяч налогов. При зарплате в миллион налоговая ставка уже немного снижается. При зарплате в 2 миллиона и более ставка уже снижается до 32%. С 3 миллионов нужно уже заплатить чуть более 28%. Скажем, при зарплате в 13 миллионов налоговая ставка уже в районе 23% с копейками. К этому всему можно добавить еще снижение налоговой нагрузки в результате всяких там упрощенных схем ИП, офшоров и тому подобное. Естественно, вы прекрасно понимаете, что офшоры созданы не для того, чтобы свои там 500 тысяч зарплаты спрятать. Самые большие налоги получаются при зарплате от 500 тысяч до миллиона. Вот здесь вот самый такой жирный кусок, который надо вырвать с мясом. Что об этом думает мировое сообщество в лице европейских и азиатских стран? Мы же часто берем пример с Европы, да? И я думаю, каждый из вас хотя бы краем укол слышал тот скандал во Франции. Жераром Депардия, такой актер, если кто вдруг не знает. У них для богатых и сверхбогатых людей там налоговые, прогрессивное налогообложение 75%. Вам не показалось. В итоге там был страшный скандал. Жераром Депардия не хотел платить эти налоги. Он купил недвижимость в Бельгии, получил гражданство Российской Федерации. В итоге его обвинили в уклонении от налогов. А он заявил, что он и так много налогов за свою жизнь заплатил. И никто не вправе ему указывать, диктовать какие-то условия. Мы действительно не вправе ему ничего диктовать. Но в целом, если мы посмотрим благосостояние, высокий уровень жизни в Европе, то мы можем прийти к логичному выводу, что немалой важной частью этого уровня жизни является высокое налогообложение для богатых и сверхбогатых людей. Потому что деньги не аккумулируются в карманах одних лиц. Они плавно распределяются. Я думаю, каждый из вас очень любит Америку. Их период вот этот от 40-х до 60-х, их фильмы, отражающие этот период, или снятые в этот период, они такие спокойные, умиротворенные, как правило, там показывают зажиточный средний класс, как они, соответственно, отдыхают, их курорты и тому подобное. Что стоит за этим средним зажиточным классом? Как он формировался? Опять же, из-за высоких налоговых отчислений с богатых людей. Эти люди богатые, как в Европе, так и в США, платили высокие налоги, но тем не менее, им это не мешало и сейчас не мешает вести роскошный образ жизни. Да, возможно, они не устраивают каких-то диких свадеб с вертолетами вместо кортежа, и у них, может быть, нету тортов по 40 тысяч долларов. А может быть и есть. Но в любом случае, это не важно, потому что это не выглядит, как пир во время чумы. Они, потому что делятся своим доходом с теми, кому элементарно нечего кушать. Поэтому это вот так вот не выглядит, это так дико, как это выглядит в некоторых странах. Я думаю, вы знаете, в каких. Как это все работает? Все это элементарно просто, просто как грабли. Написано в сотне, я не знаю, учебников, и многие действительно не понимают эту простую схему. Довольно просто. Мы чем меньше получаем, тем меньше у нас покупательская способность. То есть товаров мы можем меньше купить, то есть там хватает денег только на средства первой необходимости. Вследствие чего мы, как пролетариат, производим меньше услуг, там меньше падает промышленная мощность и так далее. Все снижается, потому что мы меньше покупаем. И как следствие падает уровень нашей зарплаты. То есть это такой замкнутый круг. В итоге мы входим в такой цикл, когда нам хватает денег только на средства первой необходимости. То есть еду, одежду, там заплатить за коммуналку и все. Многие даже еще для этого берут кредит. И это, соответственно, вводит в нашу экономику так называемую стагнацию. А мы находимся в процессе старвации. Это вот как раз и есть тот процесс, когда мы не можем позволить себе выйти за рамки того, что у нас есть. То есть у нас не хватает средств. И накапливаются вот эти вот все необходимые вещи, которые нужно выполнить за пределами. Просто покушать, одеться там и все. И в итоге это все выливается просто в дичайшие проблемы. Смертность высокая и так далее. То есть человек просто откладывает свой поход к доктору. То есть нужно аккумулировать средства, чтобы вложить там свое развитие, здоровье и прочие-прочие вещи. И выйти из этого процесса в принципе невозможно. Не надо, пожалуйста, говорить про какие-то там системы кредитований, потому что система кредитования с высокими рисками, высокими процентными ставками и доступностью кредитов на, опять же, нужды первой необходимости, еда и шмотки. Сейчас можно в любом магазине купить там бросочку или в кредит одежду. Это как раз-таки и говорит о том, что у нас есть процесс старвации. Как выйти из этого замкнутого круга? Но, опять же, от обратного. Нормальная прогрессивная система налогообложения и правильное распределение налоговых сборов позволяет выйти из этого замкнутого круга. То есть человек заново начинает вкладывать в свое развитие, покупать больше, его зарплата растет и, как следствие, он своему работодателю принесет больше доходов. И, опять же, богатые станут богаче, несмотря на то, что они заплатят в разы больше налогов. А для бедных это также выгодно, потому что бедные, в свою очередь, исчезнут. То, что эта схема работает, это доказано там во многих странах Европы и Азии. И, то есть, это не какая-то теория, это проверено на практике. Но у нас сложно об этом говорить, хотя бы потому, что мы, на самом деле, многие убеждены, что вот у нас вот налоговая ставка там, по-моему, 12% и все. Чтобы преодолеть вот эту первую стадию, нам нужно сделать определенную первую реформу. То есть, если вот вы получаете зарплату 100 тысяч, нужно выдавать вот как раз вот эти вот 130 тысяч. И чтобы вы вот 30 тысяч заплатили, пошли своей рукой, и тогда человек начинает понимать, что ага, сколько он платит налогов. Начнет считать свои налоги, начнет считать, естественно, чужие налоги, хоть и существует типа мнение, чужие деньги считать нельзя. Можно и нужно. Во всех развитых странах считают, и это не считается каким-то постыдным делом. Вот. И, соответственно, начнет сравнивать, почему я получаю меньше, а плачу налогов больше и так далее. И вот этот вот первый этап формирования гражданской активности, гражданского общества по налогочислениям, он, соответственно, перейдет в следующий этап. Прогрессивные налогообложения. И, как следствие, рост уровня жизни и экономики. Я надеюсь, вам понравилось это видео, налогообложения в доступном языке. И если вам оно понравилось, то ставьте лайк, и, может быть, в следующий раз мы с вами поговорим о профсоюзах, о профсоюзах, о том, какие проблемы они могли бы решить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова